Ну вот я поставил палатку Я там как-то говорил Юбку я делал Она не для этого Собственно для летних, весенних Ранней осень Здесь продув Вот это все я отдавал в мастерскую Брал, покупал плащевку Отдавал в пошивочную мастерскую Вот И мне дошивали Здесь прошивали двумя шивами Брал, покупал нитки капроновые Вот И по всему периметру Значит здесь корт Вот стропа у меня тоже Это для затяжки То есть зимой я вот хожу Под снег И очень удобно дождь сливается Так что если кто Покупается короткими тентами То вот такой совет Плащевка эта продается Стоит в принципе недорого Работа пошивочная Стоит недешево Вот это да Вот Здесь вот у меня 20 сантиметров Вот Здесь палашка стоит Отворот у меня будет направо Потому что мне удобнее будет Ходить оттуда Так значит по клещам Господа И дамы Ранее весна А это значит уже Эти товарищи Уже повылазили Значит у меня с того года осталось А это не реклама Значит Но советую Вот такой вот Вот Это у меня Это Дета А есть Гардекс Вот такого же цвета Вот тоже не реклама Вот Но это хорошая вещь Вот именно от клещей Так что зеленые Вот такого цвета Идут все Это от комаров практически Или внимательно читайте Вот Это шутки Хреновые С клещами У них просто один укус Не бывает Даже если он не ядовит Все равно Когда-нибудь он екнется Вот как у меня Андрюха Сейчас Уже года 4 наверное Вот И гардекс Вот такие же На 15 дней На 15 дней Спокойно хватает Вот обработал одежду Палатку Я сейчас побрызгаю Вот немножко Мне там осталось Буквально Вот чуть-чуть Ну хватит мне Вот Так что вот Весно Весна весною А вот Вот этот забывать Конечно Не нужно Так Ну ладно С этим Мы сейчас разберемся Значит По пенке Я там тоже объяснял Как-то говорил Ну ладно Коля она у меня Не слежит Развернутая Вот такой вот Пенка я пользуюсь Вот Она у меня уже Слежала Ну все вы видели На стройматериалах Вот такой вот Материал Да Для труб там Для Ну собственно говоря Для пароизоляции Для тепла Там значит У него пленочка такая Снимаешь эту пленочку И я еще На эту пленочку Налепил Вот такой же Вот беленький Он тонкий Сколько он Четырех Или трех Миллиметровка Вот И он наклеивается Отлично Вот И прям Фольгой На низ Вот То что работает Говорит о том Что на утро Если от земли Вот Она потеет Вот То есть Получается Конденсат Вот Сейчас мы Отложим Палаточки Вообще-то Я склонен К тому Что все-таки Я куплю Коврик Обыкновенный Туристический Вот Они называются Ижевские Да Там вот Раньше Назывались Походников У наших Ижевские Вот Но Но Коврик Коврику Рознь Потому что Сейчас Последнее время Я смотрю Они идут Какие-то Левые Блин Не такие Они должны быть Пушистые Такие Крупнозернистые Такие ячейки Вот А сейчас Какая-то Больше резины Вот такое ощущение Поэтому Эффект не тот Ну Собственно Выбирать надо Дело вкуса Вот Спальничек мой Это у меня Тундра Еще у меня Один есть Летний Вот Ну в принципе Я с этим И хожу Вот Что по спальникам Ну Сейчас Новые материалы Пошли Новые технологии Да Он Нелегкий Нелегкий Он Поэтому Вот у меня Рюкзак Такой Вообще Потихоньку Набирается Материал Что Тяжелые Вот Ну Это иногда Оправдывает Саму себя То есть Я сейчас Его расстелю Вот Мы брали Таких два Тундра И Вот у меня Тундра И Сибирь Сибирь Зеленая идет Вот Она немножко Послабже Там У меня До 20 Вот То есть Комфорта В среднем До 5 Да Вот Экстрим Уже все То есть До минус 20 А там До 12 По-моему Зеленый Чехол Такой же Ну Дальше Что там Мне тоже Там уже С дыркой Залатаной Вот Упала Тогда Горелка И Дырка Моментом Прожглась Он не теплый Ничего Нормальный Кстати Еще по спальникам Значит Парень Там показывал Значит Тоже на ютубе По спальникам И он совершенно прав Вот Иногда забираются В кокон В этот Да В сам спальник И замерзают Бывает В смысле Замерзают Что холодно А вы не пробовали Просто им накрыться Подложить под низ Немножко И накрыться Как одеялом Уверяю вас Это уже Точно не замерзнете Вот Вот такой вот совет Ну Опять Кому Что Все Значит У меня Печка Прогорела Пока я тут Болтал Ну Хрен Потом Разождем Сейчас Пока нам Все равно Не нужна По печкам Тоже Я там Не договорил Значит Сейчас Разождется По печкам Еще Значит Вещь удобная Спору нет Но Это такая вещь Что Отходить От нее Нельзя В плане Приготовил Сразу Чайку Попил Если сидишь Там долго Возле нее То подкладывай За ней Смотри Вот Собственно говоря Как за хорошей женой Или как Хорошая жена За хорошим мужем Вот А то Все таки Не крупняком Ее Сам Топишь Поэтому Довольно таки Сухими Довольно таки Быстро Прогорает Потому что Теплоотдача Все таки Очень сильно Вот Я вот сейчас Пока ходил Пока болтал Тут Вот она Мне уже Прогорела Ну ничего Сейчас пойдет Вот А попозже Сделаем Где нибудь Вот здесь что ли Вон там Костерок Палатка подальше Кстати еще По палатке Пока у меня батарейка Там еще Вот Значит По палатке еще Вопросы там тоже были Я отвечал Ну По моему До многих Не дошло это Искры попадают От костра Не от того Что он близко Бывает Ветром задувает Всякое бывает Бывает Вот у меня Здесь вот вышла Вот крестовинку Я вот эту вот Перекрести Клеил Вот Просто Ходили как-то В поход Знакомые У меня там Один Там два шнурка Привязываются Снизу На На дуги Вот Очень сильно Затянул И меня вот здесь Вот пошла течь Вот И вот был вопрос Собственно Чем клеить Как быть Вот Я там показывал Силиконовый клей Он стоит Там что-то Ну 50 рублей Грубо говоря Небольшой тюбик Такой Я его покажу Как-нибудь сделаю Короткий такой Обзорчик У меня там есть Кстати У меня там Если на видео Покопаться У меня там есть На ютубе Вот Да и на контакте Есть Вот Вот им Замечательно Вот Прям проклеиваешь Поход взяли Натянули Когда все Тент Да и где нужно Просто Я вот швы прошел Ей Этим клеем Вот швы проходил Вот здесь вот Вот такая вот Вот эта вот полоска Проклеенная Она со временем Отваливается Вот Вот у меня уже На подходе Потом берется Вот такой клей Клей Герметик Белый такой Флакон Он типа шприца Такой сделан Вот Ни большого шприца Сколько он там Грамм на 70 наверное Ну классная вещь Короче Вот И он собственно И не жалко даже Если осталось там Что-то в нем То есть половину Уделали А половину там Если даже засохнет Собственно не жалко Вот Вот по-моему Это для Заклейки швов Для дырок Вот я тоже Тут клеил У меня Попадало там Костровые Дырочки были Вот Это что касается Так Ну что Все Облачка пошли Радость моя Была недолгой Вот Ну хоть Немножко Порадовался Хоть Немножко Порадовался Так Будем надеяться Что Дождь Меня минует Ну если будет То мне уже По барабану Я залез В палатку И все Но Естественно Это уже не поход Это опять Дрова сырые Все разводить Настроение Ноль Сейчас Проспишь Сутки Ночь День Ночь Не спать Нифига Костер Не развести Делать навес Под дождем В общем Вот из-за Одной Хрени Порой Получается Пересадил Немного Здесь ручку Отпросили Один из моих Подписчиков Вот такие Вот дела Так Ну что У меня дальше В планах Так Пол батарейки Почти Что у меня Уже Тю-тю Вот Но батарейки Слабенькие Меня уже Заказал я Новую Так В планах Значит В планах Даже Даже Не знаю Сейчас Еще чайку Попью Время Пол Двенадцатого Тридцать Пятен Двенадцатого Перекурю Вот И Наверное Займусь Борщом Борщов Борщ Потом Покажу Вот Ну все Пока Боюсь что Часа через Два Или три Уже Не о чем Нет Ну там Будут Обзорчики Мелкие Так Все Закапало Ё-моё Ну пройди Ты мимо Пройди Чуть Чуть Хотя До завтра Дай мне День Сегодня Побыть И ночь Нормально Ё-моё Одни Дожди Задолбали В этом Подмосковье Как В болоте О погоде Будет отдельный Репортаж Хотелось Мне там Кое-что Сказать И это Действительно По теме Все Пока Христос Воскресе Воистину Воскресе Христос Значит Была у меня Такая мысль Вот Ну надо Я посчитал Что это нужно И Вот такая Информация Для тех Кто еще Не знает Я это знаю С детства Что Пасха Не один день А на Сорок Дней А у Преподобных Она была Всю жизнь Вот Ни один день Ни двенадцатого А то Некоторых Поздравляешь С Паской Христовой Она уже прошла Уже Отвечать им Не надо Ничего Вот А все Православные Как бы Вот Это знать Нужно Вот Пасха Продолжается До Вознесения Господня Это еще Больше Месяца То есть Тридцать Один день Еще месяц Будут В храмах Петь Христос Воскресе Все Христосовцы Поздравлять С Паской Вот Такая Вот Информация Вот Так что Всех Православных Христиан Поздравляю Со светлым Христовым Воскресением Христос Воскресе Воистину Воскресе Христос Все Следующий Блок Будет О погоде Наверное Видеосюжет Так Батареечка У меня Уже Осталось 27% Ну Она еще Подтянется У меня там Еще в запасе Есть Ну Та Правда Послабже Немного О погоде И там Еще будут Некоторые Такие Обзорчики Мелкие Все Пока Ставлю Борщ Варить Варти 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я беру сейчас, покупаю банку, это я просто переложил в пакет, банка полу-литровая, борщ или щи вот есть. О, печка стоит. Вот, добавляю еще тертые свеколочки, вот, а он уже там борщ готов. Только я сейчас свеколочки добавляю, беру зелень с собой, вот, ну, ну, чесночку уже там, я уже по ходу делаю, кто не знает, расскажу, как делать вкусно борщ. Вот. Взял на тушеночке баночку, у нас там 40 магазин, тушенка так, хер чего, ну, вот такая вот. Раз на раз не приходится, бывает вообще там один жир или не пойми чего. Ну, бывает ничего попадает так, ну, то есть, сварить можно, такой, чтобы наварчик был. Так, это вообще пока сюда, ну, класть не буду. Ну, вот, пару сосисчик взял на завтра перекусить. И всего мне этого, конечно, на два дня вот так вот обожраться. Всё, варим борщ. Если успеем. А, всё, вот он, вот он дождик. Ёба, блядь, чё делать? Блядь, у меня там навес надо сейчас. Хотя бы нас здесь навес сделать. Блин. Вот это поход. Фу, ёба. Вот Яндекс, блядь, а. Опять обманули, сволочи. Да, пардон, пардон. Ну, что поделаешь. Может, проскочит, а. Чуть, зараза, весь кайф обломали, а. Весь кайф обломали. Вот этот дождь, блядь, мать его, за ногу. Прости, господи. Воле по неволе. Вот, кстати, о погоде, чтобы потом... А то, вот, всё, вот, закапал. Я сейчас в Подмосковье. Это Подольский район. Район Быковки. Вот. О подмосковной погоде. Блин, вот стремятся сюда. Смотрю на роликах там многих людей. Ну, это благодать Божья. У нас вообще здесь вот круглый год. Круглый год. Солнца нету. И это вот хорошо, если там солнечные дни, можно по пальцам сосчитать. Это я вот... Не дадут люди соврать. Сырость и дожди. Если жара встаёт, то солнца нету. А такое пекло, вот, солнце в тумане. Вот. Как всё выгорает. Как в печке. Вот. Весна. Ну, если там деньков, там несколько застанутся хороших. Всё. Вот такая погода. И вот постоянные тучи. Постоянные, блядь. Вот солнца постоянно вот нету. А так хочется. Вот весны ждёшь целая... Бля, весна какая. У нас начинается уже с октября. Сентябрь. Конец сентября. Уже вот октябрь. Там заморозки. И вот сейчас вот уже, считай, майские. И всё ещё вот снег лежит вон у нас, блин. Вон, я сейчас показывал в ёлках. Во Владимирских лесах там ещё по колено снега. Ну. Я уж не говорю, что у ребят его показывают там с Иркуты. У этих... У Грибабаса там с этим... С Джоном Кокером там. Или как он там. Эти экстремальщики там эти лазают по лесам там. По избушкам. Там снега ещё полно. Ещё лёд не сошёл. Ну, Енисея, наверное, я не знаю. Вот такая у нас северная страна. Ну, да ладно. Сейчас не о стране дело. И разговор, а. Как мне успеть борща сварить? Так, батареечка у меня уже осталась. 10% от этой. Ну, я и писал много. Так, давай-ка мы сейчас вот так вот сделаем. Как всегда. Так, всё, некогда мне тут леса тащить. Надо готовиться к дождю. Так, попробую сейчас. Вот тент сейчас как раз пригодился бы. Это вот минусы одиночных походов. У меня напарник всегда тент от палатки носит. А на борт берёт что-то сам ещё. Вот, уголь забили. Сейчас мы здесь немножко раскочедим. Или вообще сухих, нормальных. Вот, пошла мазута. Вот, значит, вот чем эти походы одиночные. Приходится всё тащить самому. Вот, палатку не разделишь на двоих там и так далее. Считай, жрачка такая же. Это на двоих вот я сейчас варю. Вот. Но он бы сейчас прихватил тент. Вот. Сейчас бы сделали быстренько навес или салофан. Я бы занимался этим. Вот это минус одиночного похода. Один из минусов. Так, всё, ладно. Надо заниматься готовкой. Там походу дело. Попробую сейчас хотя бы здесь навесик сделать. У меня там салофан есть. Блин, сразу схолодало. А вообще. Вот я взял ветровку хорошо. Слава богу. У меня мысль такая пришла. Ветровочка у меня там есть это. Ну, лёгкая, баллоневая такая. И вот куртку. Это непромокаемая. Ну, по-любому в ночь сегодня холодно. И вот такие вот перепады. Сейчас вот пусть там плюс три. Там пять. В ночь обещали минус два. Вот сейчас дождь прольёт. Он не замёрзнет, а будет холодно из сыра. О, вот он. Ёб, снег. Блядь, приехали нам. Снег. Ха-ха, блядь. Снег. Эх, снег, снежока белая, метелица. Вот дожили на Руси. Аж самим не верится. Продолжаем варить борщ. Несмотря на... О, господи помилуй, не верится. Снег. 18 апреля. О. Обалдеть можно. О. О, слышно как. Такой полуград, полуснег. И такой непонятно, мокрый. Ещё и дождь. О, вот он. О, зарядила. Охренеть можно. Вот это да, блин. Давненько такого не было. Не, ну бывало, но не так, конечно, часто. А тут на Пасху 12-го. 20 тепла было. По 20 тепла. Я из леса уходил в футболки, блин. Ходил на днёвку. Оф, парик, блин. Офигеть можно. А, они дождя не передавали. А снег... А, они, да. А насчёт снега ничего не говорили. То есть они не соврали. Так, батареечка у меня уже закраснелась. Ой, ёпара, что ты. Всё, одеваем колпак. Биздец, походу. Ну, тут прикольно. Ну, что сейчас пожрать, спать. И до утра сидеть в палатке. Прикольно, ну. А, кстати, был случай такой, тот самый. Да и не только со мной. Там вот с Андреем, я про Андрея. Те сидели на перевале, на Алтае, в горном Алтае, возле Белухи где-то там. Десять, на одиннадцати день только ушли с перевала. Не могли никакой, там, оттуда уйти. Туман был. Вот, опоздали на поезд, на автобус, там, всё, наработали. Жрать нету ничего. На одной воде сидели. Сухари заедали. Вот это экстрим. Всё, пока. Ой, блин, вот снег в фигаре. Всё, и тут же тает. Итак, продолжение. Время почти половина второго, 15 минут. Так, варка борща у нас. Вот такой борщец. Вот белит, видите, да? Накрылась матрица у фотоаппарата. Сдох старичок. Китайское барахло, мать. Ну, правда, поработало, но... Начал вторую батарейку. Не знаю, а если будет так... Да, матрица. Кердыкнулась. О, борщец супер. Пока. О, отлично. Вербут. Да. Борщ кипел мне здесь, залил печку. Ну что, моросит, дождь теперь. Всё в кучу. И баланс белого поплыл. Ну, это матрица как пробилась. Скорее всего. А там хрен, не знаю. Буду искать. Такой же. Ладно, допишем на этом. В принципе, так более-менее видно. Фотать невозможно уже. Видео ещё что-то такое показывает. Ха. Вот такое барахло. Надеюсь, что ничего не бывает. Так. Значит. Что-то я хотел сказать. Ещё по поводу... А, легкоходов. Пока батарейка вот новая. Значит. По теме... Веса... С собой. Там, в общем-то, эта тема легкоходная. Да. Тема интересная. Мало того, она важная тема. Вот. Насколько вот я знаю, у меня там знакомы альпинисты. Ребята ходили на Эверест. Там потом писали. Туда, в подножье. То есть, у них минимализм такой, что даже вот пасту зубную там берут. Один тюбик там на двоих, к примеру. По одному выдавливаю у неё там на день. Или там на утро, на вечер, да. Вот. И всё это считается на вес. Обламывают зубные щётки. Ручки. Ну и там другие там. То есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть набирается. Вот. Ну да, там это серьёзная подготовка. А вот, ну, допустим, у меня там... Я не хочу сказать, что там я прям такой крутой турист там вообще. Нет. Вот я в последнее время замечать начал тоже. Пытаюсь вот... Полегче. Вот ухожу на два дня. Ухожу на два дня. Вот. А вес всё равно, блин, что на два, что на четыре приблизительно. Вот. У меня рюкзак тяжёлый. Палатка сама нелёгкая. Вот сейчас, допустим, считай, ну, лето, да. Весна уже, сейчас лето. Нахрен таскать вот тент. Одностенную палатку. Значит, палатку надо иметь на зиму, на такую-такую. Правильно? Правильно. Лёгкий спальник. Вот. Вот по чуть-чуть, по чуть-чуть и набегает. Пища сама. Хлеб таскать. Вот хлеб тяжёлый. Сухари. С водой вот. Я воду нёс тут сейчас. А что поделаешь? Где я её возьму? Это вот мы высчитываем там, когда идём на маршруте, там где-то другие походы. Где-то там зайти на дачи, колодцы набрать. Вот. В принципе, можно было и сейчас там пройти на дачах набрать. Но я даже не знал, что здесь дачи есть. Вот. Так что вот с собой вода. Вон у меня осталось там, ну, с литр. Вот. Ну, сейчас сок идёт берёзовый. Ну, мне вот этот литр только на чай. Вот. Ну, нормально. Я потом сок поставлю. И соком добью. Буду. Чай сока. С берёзового делать. Вот. Так что тема эта интересная. Как раз к этой теме и относятся походные печки-щепотницы. Вот. Это особенно тема касается от велотуристов, да. По том, кто там походы выходного дня. Вот. Пешие. Они там пробивают по чуть ли не 40 километров в день. Вот. Естественно, с таким рюзачищем, как у меня, не попрёсся. У меня вон 25 километров. Консервы не берут. Или берут банку там на двоих или на коллектив, чтобы сварить супа. Ну, ясно. Так что тема эта довольно-таки такая хипетильная. Есть много форумов. Я вот там полазил, посмотрел. Интересно, да. Интересно. Вот. Ну, опять же, это касается, в первую очередь, снаряжения. Вот. И материалов. То есть печки-щепотницы, как таковые, самые лучшие. Титан. Вот. Снаряжение лёгкое. Спальники лёгкие. Вот. Ну, при всём том, что качество... Вернее, ну да, качество. Можно где-то попасть и на неудобства. То есть вот я знаю точно, что я в этой палатке сегодня не замёрзну. Вот. Точно знаю. И знаю, что я сейчас пойдёт дождь, я не промокну. Он и сейчас идёт. Вот. А так вот, с парашютного шёлка, там вот старые раньше. Ну, это... Ну, промокает, лёгкое, оно промокает. Так. Ну что, борщица у меня на подходе. Фотоаппарат тоже уже на подходе. Блин. Может, наладится. Хер, я знаю. Карту вытащил в памяти. Посмотрел. Хотел другую карту поставить. Да. По-моему, это матрица, кирдык. Попробую прошить дома. Да, если где-то выделки не стоит, выкинуть его нахрен. Или так оставить на запас. Так, всё, варится у меня борщ. Сейчас ещё поварим минут 15. Зелени кладём. У меня тут петрушечка лучок. Укропчик. Вот. Потрапезничаем. Чесночку. Вот я вот этот жир и почему скидываю. Эта банка была куплена. Они туда, блин, добавляют эти комбижиры всякие, маргарины. От них потом такая изжога, блин, на стенку лезть нахер. Я вот с собой соду носить начал. Ну, как в столовых вот у нас заводской. То же самое, блин. Такая же хрень. О, как хорошо. Ой, как хорошо. Чего разошлась. Бааа, сейчас. Вот. Ну, вот такой блок видео. Интересный. Покопаюсь в фотике, может быть, настройчиво. Ну, тем не менее, поход продолжается. Через два-три часа начнет уже потихоньку темнеть. Пойду сейчас сок поставлю. О, открыл тушеночки. Знаете, ничего, баночка вот эта вот, удачная. Ну, конечно, не первый сорт. Ну, ну, хоть что-то на мясо похоже. О. Борщец будет знатный. Так что, милости прошу. Блин, звал сколько народу, никто не пошел. Ну, ВКонтакте мне там выложил. С знакомым там, походником. Даже никто и не откликнулся, блин. Вдвоем-то было бы, а то и троем повеселее. Но, конечно, пришлось, да, вторую палатку брать. Вместе троем, там, и четвером. Но, и свои минусы. Минусы в том, что кто-то конючить начнет. Тому то, не то. И это не так, блин. Ну, понятное дело. Поэтому мы ходим вдвоем. Лучше всего вдвоем. Всегда можно найти альтернативу. Договориться. О, борщец. Ой. Тут запахи по всему лесу летают. Наверное. Ой. О, супер. Блин, я столько и не съем. Хотя, не знаю. Завтра еще весь день. Сегодня полночи сиденья. Что-то такое ощущение, что вроде фотик наладился. Я тут все покопался, там, убрал кое-какие настройки. А, да, вроде получше стал. Ага. Ну. Все. Или, может быть, из-за карты. Так, стуча у меня прошла туда-вперед. Палатка вся мокрая. Во. Вовремя я здесь все убрал. То есть дождик мне со снегом и сырости здесь наделали. Да. Все. Сейчас пойду сок поставлю. Опять солнышко. Ну, дай бог, чтобы не было опять. Сейчас муж подсохнет все это дело. Так. Пока сидел тут с аппаратом. Блин, печка заглохла. Не подложил нифига. Ладно, сейчас. Мы ее по новой заведем. Так, ну все, пока. Да, вроде наладился. Хотя, что-то белит все равно. Это матрица все равно плывет. Баланс белого и матрица. Ну да. И резкость пропала. Да. Что, ну мне поработал тоже. Года три, наверное. Где только не был. Все, пока. Ну, я продолжаю варить борщ. Не спеша. Ну, собственно, у меня уже готов. Вот уже. Так, значит, этот кусочек у меня видео. По огниву. Вот там ноги выкладывают. Думаю, я что, рыжий, что ли? Тоже. Значит, у меня вот такой вот огниво. Чтоб солнышко было. Вот такой вот. Вот, нормально. Я сегодня с него как раз зажигал. В запасе у меня всегда зажигалка или спички в салафане. А еще лучше спички. Вот у меня в этом такой пластмассовый пузырек под витаминов плоский. Вот, нормально. Баночку мы потом обожгем, чтобы она здесь не валялась. Блин, много-много. Сейчас на троих. Так что вот такое вот огниво. Вот. Чё-то порядка 100 рублей, что ли. Или рублей 140 стоит. Ты мне, Андрей, покупал в Москве в этом... В экстриме, что ли, я не помню. Зимой еще. Той зимой. Ну, да, нормальная вещь. Нормальная вещь. В случае чего-то, чем вообще ничего. Ну, там так в рюкзаке мне валяется. Ну, всё. Вот, солнышко вышло. Опять радость, опять веселье. Продолжаем свой двугневный поход. Сегодня, значит, у нас еще пройтись вот туда, я хотел на разведку. Там дачи кончаются или нет, посмотреть. И где заканчиваются елки. Тоже интересно посмотреть. Они так здесь полосой такой. Вот. И... Напилить надо... Начал уже. На вечер, на костер. И напилить надо еще дровишек. Всё, пока, 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 пока. Так что вот, пользуясь случаем, передаю еще раз. Всем огромный привет. Ипполиту. Или как, я сейчас точно не помню. Простите меня. Сан Саныча с Ютуба. Вот. Грибобаса с Джоном Кокером. Я их все... Они у меня подписаны. Я, вернее, на них подписан. Интересные. Там ролики у них есть. Вот, прикольные. Вот. Ну и всем, кто просто, может быть, случайно наткнется на это видео. Всем привет, ребята. Всё у вас нормально. Видео отличное. Всё очень интересное. Много информации. Молодцы. Молодцы. Вот. Даже не задумайтесь. Снимайте, если есть возможность. Делитесь информацией. Вот. Любой. Вот. Всё это не пройдёт бесследно. Кому-то что-нибудь всегда сгодится. Вот. Весь ваш опыт. Вот. Делиться информацией. Так что, всё правильно. Давай ещё чуть-чуть толкнём борщиц. Блин, наварил. Чё, пора сатя тут будет. Роту накормить можно, да. Так, ну ладно, ладно. Будем батаречки экономить. А то и видео жрёт много. Всё, пока. Вообще, вот такая вот весна у нас это как бы нормальная. Вот такой серый лес. А потом резко как всё потеплеет. Вот. И сразу ба-бам. Почки, зелень, бабочки. И всё. Из весны сразу бам в лето. И какое оно ещё будет неизвестно. Или дожди. Или будет духота стоять. Как вот уже сколько? Два или три года подряд. Вот, духота такая, что... Вот именно не жара, вот как в печке. Пекло. Вот. А у нас, бог дасть, у нас новый маршрут намечается. Вернее, маршрут старый, поход новый. Вот, двухдневный. С Андреем. На той неделе, не знаю, получится или нет, как погода. Как чего. В общем, на озеро Круглое. Вот. И с переходом на озеро Долгое. Вот. Это там недалеко, но смотря как идти. В общем, мы выбрали длинный маршрут через озеро Морозовское. Вот. Это район Лобни. Солнечногорский район. Вот. Подмосковье. Там мы бываем каждый год. Открываем сезон. Вот. А сегодня вот я сезон открываю. Первый сезон 2015 года. Туристический. Обычно вот на озере там. Вот. Так что, неизвестно, там лед есть или нету. То могли бы рыбки половить. Там платвы, подлещик, вообще рыбное место. Там дом охотника-рыболова. Места знатные. Вот. Вальшник. Утятники там. В общем, там места знатные, да. Стреляют ребят, приезжают. Берут билеты там и что там, покупают эти. Ну. Путевки, да? Путевки. Вот. Ну, все, пока. Ну, прикольно. Я всегда банки отжигаю. Я сам говорил. Вот с таким звуком он не спарит. Вот, пока. До следующих сюжетов. Наварил борща. Вон, настаивается. Стоит. Обедать не тороплюсь пока. Сейчас немножко остынет. Вон, сок поставил. Еще можно тут, в принципе, рядышком здесь поставить. Вон, береза. Вон, береза. Вон. Вон. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так идет у нас березовый сок Я там немножко воды пролил, да и взял сегодня Не так чтобы очень Вот сейчас пополним запасы Субтитры сделал DimaTorzok Борщ я уже сварил Вот Ну вот Главная жидкость А чаек мы и такой попьем Борщ у нас хватит Борщ у меня там вермишельки заварить Там много не надо Так, времени половин третьего Ну пусть стоит набирается Ну пусть стоит набирается Другая жидкость Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, пока есть Попозже еще приготовлю Ну даже не знаю, что еще рассказать Пока без новостей И вот отобедал Слава Богу Вот дорога раздражает Блин, все равно шум От него, блин, не отдохнешь С этим шумом Ну ладно Теперь чего же Что касается Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...